дмитрий день добрый сейчас небольшой кино focus focus мы спишем с вами в четверг вечером а будет выложен только днем в пятницу вот поэтому если вы скажете что доллар сейчас по 100 из трех запятых там то это уже не актуально будет хорошо спасибо давайте поговорим про америку да вот и что часто происходит настолько это все страшно что происходит потому что говорят тоже артем тузов нас пугает банкопадом вода артем тузов если пугает от надо прислушаться потому что вы тут выяснили они с мистренко управляют миром тайна и уж кредитным рынком так точно не в гости езжу иногда значит можно туда войти и потом не выйти получается так выйти то можно они просто не поделятся единственного проблема результатами управления потому что если вы посмотрите четыре этажа вглубь там хранилище я там работа работал но вы раньше должны были сказать когда я часто не работаю поэтому не могу лапки не затянутся тоже только не только узнал поэтому ну что делать вы знаете с америкой вообще но я просто уже так рискую как это выступать в роли попугая но все-таки давайте попробуем в америке идет целенаправленный процесс ограбление инвесторов ну так вот если по простому он идет таким образом что всех засаживают тражеря опять же в преддверии скорого разворота в обещаниях того что дкп наладится покупаете облигации вы будете выигрышей но ставка продолжает повышать продолжает повышать ровно так же как у нас то есть это повышение ради повышения основания том что они борются с инфляцией или там еще что то но они достаточно натянуты и достаточно убедительны а я думаю что это продлится достаточно долго знаете кто по какой причине во первых народ стали прогревать на тему семьи восьми процентов причем но это условно говоря у нас себе грех и костин такого не позволяет там глава джипи морган спокойно про это говорит опять же ну вряд ли это просто так он из общих так сказать хулиганских побуждений это делает далее не мейнстримные экономисты я встречал начинает говорить про 13 процентов но зачем это делается тоже понятно у нас есть тоже панические аналитики которые говорят что рубль будет 200 а потом он выясняется что он будет только стоя вроде как аналитик паникер но говорил то он когда это было 60 там 65 то есть это ну такая психологическая техника которая позволяет но людям привыкнуть к мысли о том что они дальше потеряют потому что если вы купили трижеря вы сделать ничего не можете ну вы уже продадите дешевле чем значит идите до погашения хорошо если это три года или там год или это небольшие какие-то значительские векселя там с невысокой дохода но невысоким сроком осет десятилетки то это достаточно существенный такой момент а допустим пенсионные деньги там деньги на образование детей это очень часто именно от 10 лет 30 лет и что угодно и второй момент в чем состоит что инфляция будет расти и будет она расти и судя по всему в общем то уже в двадцать четвертом году но особенно сильно после выборов если это но у нас получится ситуация что ставки растут на инфляция их либо обгоняет но скорее всего я думаю что будет обгонять либо идет с ними вровень то есть реально вы ничего не зарабатываете даже сидеть до погашения если вам нужно выйти раньше что большому счету вы теряете плюс еще этим и бонусом идет вот это вот размежевание на рынках китайцы продают трижеря араб продают трижеря покупает их только западные фонды то есть европейские и американские в общем фрс пока не вступает в эту историю но и соответственно или или по всяком случае официально не вступает то есть в этом смысле ничего хорошего не происходит а банки получают репо по номиналу и в этом смысле банкопат ну он возможен когда если ты выпадаешь из вот этой вот когорты тех кто может реповаться по номиналу ведешь там неправильно как-то что-нибудь ногу ставишь и прочее прочее вот ну как у нас примерно банк югра там наказали а если ты как бы правильный соображались ты с начальством не ссоришься то есть в общем то у тебя какого-то повысленного банкопата не будет если даже и будет но и помогут поэтому мы вот имеем такую вот историю как я понимаю она аналогичная в общем то везде кроме азии кроме китая и японии но китай и япония не может ставки повышать там просто видимо объем долга такой что в китае там еще есть нелегальный долг тетрадки записаны в японии он просто большой что они уже просто ничего не могут делать поэтому они в этот цены минималка делают я китай вообще в контакт циклическую историю играет высоким ставкам высокой инфляцией по большому счету ну вот печальная история рынок акций кстати говоря еще как-то держится потому что уже полгода все обещают обвал рынка акций американские значит аналитики и независимые консультанты и там и и прочее прочее но он пока в общем не падает и это наверное как ни странно спасение для инвесторов наверное в акциях потом тоже не падает не все они падают там определенный круг естественно я боюсь вы сказали про акции американские меня сейчас забьют ногами а про наши акции скажите потому что я боюсь скажу что вы так далеко далеко от жизни ну а наши акции вы знаете у меня есть некоторые опасения знаете какого свойства а как раз именно поведение последние там месяца два наших инвесторов меня наталкивает на мысль что у нашего рынка акций там их особых нет ну как перспектив не в том смысле как ожидалось когда он ростом удваивался за за год то есть нет иранского сценария который ждут то ли вот мечтают о нем кстати дмитрий вот эти тетя тема как у нас волны моды сменяются вот месяца в четыре назад вот это вот все каждый раз а вы разве знаете при нас к сценарии сейчас как все прям замолчали ну потому что он как-то не пошло по иранскому сценарий иранский сценарий я там даже очень статью про это дело стал писать для одного журнала но там очень просто с иранским сценарием все на самом деле очень просто иранский сценарий был как вы ранее в тот период когда он рос то есть это как аналог когда советский союз рос 50-60-е годы там все росло там была индустриализация там была рост прирост населения огромный соответственно перла недвижка потому что ее строили много мы сейчас находимся в другой фазе развития вообще говоря экономического глобального цикла и плюс у нас естественно прирост населения и никакой вот но такой индустриального бума нету поэтому у нас объективных предпосылок для вот ракеты вверх по всем бумагам а второй момент стоит то вот в чем что у нас наш фондовый рынок он принципиально иное значение имеет чем допустим сша но и кстати говоря в том же иране потому что иран это тоже региональный центр накопления капитала как парадоксально но он исторически таков да то есть он маленький он достаточно локальный но исторически именно иран это в общем-то но такое местное но если не нью-йорк там то какой-нибудь не знаю там париж да то есть ну и так по меркам европы или берлин там вот иранцев часто называют ближневосточными немцами среднего то есть проблема в том что вот в сша в англии возможно даже в гонконге хотя тут тоже вопрос сложный фондовый рынок это действительно ключевой элемент инфраструктуры которые привлекают капитал большой капитал маленький средний кое угодно у нас фондовый рынок он по большому счету ну создавался под приватизацию активов государственных и краешком там была мечта но энтузиастов которые хотели чтобы это было как голливудских фильмах и как-то фильме спрут то на кориде например какие-то спекуляции небоскреба сидят там шикарные напитки пьют что-то их дела решают и зарабатывают миллиарды но то есть то есть соответственно за 30 лет наш рынок не дал по разным причинам там волны новых эмитентов то есть если мы посмотрим сколько в 30 лет было дебютов в сша и и даже не только в сша на варшаве где угодно до в иране в том же то есть они в это будет несопоставимая величина с тем что было у нас то есть у нас их тоже были безусловно и прочее прочее но рынок он не стал таким необходимым элементом это такое но скорее ну вот но дань моде у всех есть у нас пусть будет это как знаете кофейни в Афганистане это зачем вам кофейни но в москве это 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 как некоторых банках есть управление фондовое там есть мбк такой такой-то валютная ну а ребята есть ребята есть фондовая а чё там колбасят их даже на подверг может не приглашают ну чё там колбасят но есть да есть и есть три бумаги они их вот друг другу передают да ну по сути да а и к сожалению у нас вот сейчас когда случилось закрытие и да и очень его поддерживали иностранцы потому что иностранцы приходили и задавали моду что у вас должно быть отчетность раскрытие вы должны как-то себя вести нормально там рукавом сопли не вытирать там вести себя прилично но сейчас этого нет не то чтобы все стали сразу рукавом вытираться но очень многие сказали а мы не будем публичной компании нам зачем парадокс то в том что вот эти наши все крупные холдинги они совершенно спокойно проживут без рынка капитала вообще легко конечно то есть они мы они деньги возьмут в банке они деньги возьмут в иностранном банке несмотря на любые санкции под залог товара но через третье руки пускай акции вот там перепродавать кому-то другому ну зачем у нас опять же но там либо инсайдеры либо там все так консолидировано как и там ну пример яркий то есть и собственно говоря сейчас очень много уходит из публичной сферы иногда уходят хорошо для миноритария допустим как квадро там как кто-то еще а иногда ну плохо как т-плюс но вот и в этом разница но по большому счету вот такой необходимости для крупника и в этом нет для мелочи есть но мелочь биржу поставила фильтры биржа борется со скамом там с мошенничеством и всем прочим что в принципе наверно правильно но тут вопрос в том что лучше конечно но больного так зафиксировали же у него жгут на шее поэтому он так или дышит то есть тут тут к сожалению такой момент либо надо идти американским путем которые ну просто это пусть идут все а там потом кнопку нарушить мы посадим либо ну вы если мы идем нашим путем то мы просто никого не пускаем ну и соответственно и рынки то есть все идут и занимать там друг у другу через финансовая пирамида через что угодно там через серый рынок и у нас рынок поэтому внутренних драйверов роста их очень мало и соответственно поэтому нам сделать газпром по 1000 а новотек по 3 просто некому понятно то есть те те бумаги которые сейчас торгуются там уже обстоятельства во многом выбраны а новых не поступают да обстоятельства может быть еще и будут но это будет опять же вот как как вот хорошо они шли когда все переоценивали в долларах все понимали что это вот должно стоить два доллара поэтому это должно быть там либо сто шестьдесят рублей либо сто восемьдесят либо двести если доллар будет пятьдесят значит это сто рублей ну там как бы все это просто вот а новые идеи ну они трудно даются трудно заходят собственно говоря если мы посмотрим на допустим на какие-то восточные рынки в общем они тоже такие резюмируем часть по облигациям мы сейчас можем можем сесть в болото боковое да можем ну в облигации они по сравнению с акцией это меня группа акциям мы сейчас можем застрелять на этих уровнях плюс-минус я думаю да и но тут вопрос знаете какой вопрос все-таки правительство на опять же ну вот я давайте добавлю для объективности позитива правительство очень хочет чтобы был рынок публичный зачем она хочет не спрашивайте я тоже не знаю но хочет для этого много дел и действительно потому что она пинками загоняет компании чего-то продавать в общем-то пытается как-то секьюритизировать все что угодно все что плохо лежит это не очень хорошо получается это не очень пока результативно но я думаю знаете тут вопрос какой должно что-то случится то есть например у нас проблемы там пойдут с ипотекой надо будет и недвижку всю как-то выводить публичное поле которое зависло тогда тогда начнут как-то это пытаться продавать это пытаться как-то раскручивать и так далее а будут проблемы с тем же самым там например инвестициями но в инфраструктуру нет потому что это гос все а в то же хозяйство наверное будут как-то стараться тоже это все двигать вот именно но Россельхозбанк устанет или он просто скажет ребята я не могу столько увидеть будут искать какие-то источники публичного размещения то есть вот такие какие-то экстраординарные с виду вещи они могут рынок но какие-то импульсы давать и надо их ловить эти импульсы но все делать понятно теперь хочется поговорить по самую такую тему больную где люди морды забьют это 100 за доллар ну правильно 100 за доллар но это это вот данная реальность данного ощущения у меня вопрос только единственный один а че же мы два раза ставку поднимали зачем то было бы она 100 за доллар но скажем так не было бы убытка по переоценке облигационных портфилей ну я я думаю что опять же это вот в русле того что мы обсуждали в прошлый раз идет размежевание капиталов я так понимаю на обменный курс все немножечко подзабили то есть вот словесная интервенция решки на это было единственное что в общем-то было наверное реально и сделано ну то есть если вы опять же обратите внимание то есть ну какие-то звучат успокоительные заявления говорят все под контролем верховный представляет что происходит не волнуйтесь потерпите но то есть либо народ тарит доллары либо институционалы тарят доллары либо банки дыры закрывают уж бог его знает да там как это все происходит вот мы пришли к таким уровнем то что они в общем довольно произвольно то есть это могло быть в равной степени 120 остаться на 80 я продолжаю в этом быть уверенным то есть это не есть следствие каких-то проблем экономики или наоборот там достижения уж как как это воспринимать да потому что у нас была нефть собственно 97 курс был 97 нефть сейчас стала 83 курс был 99 ну все все вот эти корреляции прежних лет которые существовали ну в мозгу прежде всего и инвесторов ну игроков но так или иначе они на мониторе проявлялись они сейчас все разрушились должны какие-то появиться новые я думаю что пока не завершится размежевание капиталов в мировом масштабе этого не произойдет то есть ближайший год мы проживем с ну с произвольно формирующимся курсом который может быть там до любого может быть 100 может 90 может 120 и все будут как-то считать что это ну ну и ладно ну насчет укрепления я не знаю ну послушаем последний раз чего обещали это 84 значит укрепление считается 84 когда он был 84 что и говорили что с ними ну ну хорошо я уже самое с американской 8 кто чё объяснял как бы обещал у меня просто не хватает записывать вот 84 кто обещал сейчас я вот в ленте видел что кто-то сказал по моему на валдайском форуме сказали что укрепиться курс до 84 а я ну хорошо я думаю 85 будет вот но до этого люди рынок должен пойти через панику из очарования ну вы знаете я уже понимаю что мне кажется как-то он уже фрагментировался уже кто в долларе тонн долларе а кто в рубле тот в рублей какой панике особо переток даже нету если мы посмотрим на объемы они в общем ну такие не необычные хорошо ну конечно если человек мысль долларах как бы иметь доллары активы то и почему паниковать то наоборот наоборот все хорошо все как не врач приходит ко мне он говорит но это а мне какая разница я просто расценки поднимаешься я так понимаю ты вот как раз есть принятие вот этого хаоса носа в этом и состоит что в общем то но все перестают рефлексировать на тем того какой курс ну какой есть есть ну так и перемножим понятно выгодно ли сейчас покупать облигации понимаете пока зашло прояснение с дкп рублю есть некая опасность что вы проснетесь и у вас может в равной вероятности куплены вчера облигации там 15 процентов годовых оказаться и выше всех на рынке и ниже фазе например то что если допустим завтра цб поднимет ставку до 15 ну в общем и получится что вы купили например ну я не знаю там какой-нибудь а минус рейтинг лимитентом сейчас размещение идут там по 15 по 18 вроде неплохая ставка а будет ли она неплохая через месяц а бог здесь и но в основном эти это решает и короткие тоже будет что вы по коротким будет цена высокая а выходить из них все на это начнет падать тоже есть опасность что вот этот борт накоренится и ну то есть вы даже можете в коротких бумагах чем потерять а собственно говоря не приобрести того ради чего вы это делали то есть не поймать лучшую цену поэтому я думаю что облигации покупать наверное имеет смысл если вы имеете идею насчет то какие будут ставки я просто не имею да поэтому я покупаю если я там вижу ну там действительно очевидно что там низкая цена и она низкая с моей точки не оправдана тогда я подбираю а если я там сомневаюсь 15 или 18 да бог узнает вот 30 до 30 надо брать есть ну или здесь конечно это не боишься что она в дефолт идет 17 или 15 ну черта знает вот не знаю даже и боюсь совету понятно по поводу новости сайта вот как сейчас живут облигационщики что то они ждут сейчас вот новой реальности что доходность увеличится или уже ничего не ждут это не конечно ждут но у них же ровно та же проблема пришел купон и надо под запарковать и соответственно тут уже просто ну кто-то куда-то пытается или допустим погашение случилось или амортизация деньги то все равно какой-то поток идет то есть который поэтому и в общем то сейчас ну и идет такое но не то чтобы хаос но такое но бронус к движению то есть она вообще в облигациях свойственно особенно в корпоративных а и буду а сейчас это бронус к движению просто раскинулась и на фазе и на более-менее надежные сегменты поэтому люди могут одновременно тариться и 12 доходности и 18 и вообще по объем даже не скажешь что это какая-то связь между риском и надежностью есть очень все может быть по-разному первичка идет первичку разбирают первичку разбирать конечно в расчете на upside там что быстро продать но получается уже теперь не всегда то есть если предыдущий год там это практически всегда удавалось то есть вы там отрывали хотя пару процентов а то и пять то и шесть за месяц сейчас это ну как ляжет как карта ляжет именно потому что а то встречные но люди делают ну что привыкли и поэтому я думаю что в общем именно такая ситуация что если человек пять лет торговал именно так то ему что перестроиться надо просто уже осознать что времена сильно изменились они еще пока не сильно я думаю что полгода еще пройдет и мы как-то все успоканится я надеюсь во всяком случае и будет и это и тогда уже можно будет говорить о том что на облигационном рынке такой-то тренд на какой-то заработать можно там-то и прочее прочее понятно в интересное время живет дмитрий просто да спасибо большое за интересное интервью мы это мы коснулись и облигации и даже горячего доллара было очень интересно спасибо вам